Уважаемые коллеги, добрый вечер. Начинаем нашу послематчевую пресс-конференцию. Традиционно первому слову предоставляется главному тренеру команды ГАНСТИ. Пан Ажилин, просим вас. Я наконец рад, что на такой тяжелой поездке мы победили в конце, потому что уже в первую очередь мы играли здорово, но до конца не добились. И сегодня добились до конца. Нам в целой команде было видно, что есть огромное желание, есть огромное отношение к этой победе. Я думаю, все ребята сделали все за то, что мы победили. И потом всегда будет такой результат, если мы так будем. Спасибо большое. Слово предоставляется главному тренеру хоккейного клуба «Амур» Андрею Алексеевичу, просим вас. Поздравить Милошу, сбываю свою команду с соперником, с победой. С велокрестом за поражение, я беру на себя. Хочу извиниться перед болельщиками, что мы не можем увидеть те игры дома. К сожалению, эмоций в команде очень много, холодной головы не хватает. Игровое задание выполнено от части, из-за этого мы пропускаем голы и не можем сбить сами. Моменты есть, мы их не реализовывали. Сейчас остался раздомор, это было высказано игрокам по этому поводу. У нас, наших ворот есть момент, нам залетает. Команда, команда вышла с хорошим желанием выиграть, взять 2-3 очка, но победить. К сожалению, соперник остался Мастера и Витей. Очень грамотно сыграли и в обороне, и в атаке, используя свои моменты. И поражение, поражение, которое потихонечку отодвигается, к сожалению. У меня все, спасибо. Спасибо, коллеги. Если есть вопросы главным тренером, микрофон, представляйте, пожалуйста. Евгений Попов, ДВХ. Андрей Алексеевич, скажите, пожалуйста, уже который матч, наша команда начинает очень неплохо, активно в первом периоде, а во втором происходит какой-то необъяснимый провал. Мы пропускаем и в итоге во многом из-за этого проигрываем. В чем причина? Физика или психология или что-то еще? Вы весь матч начали? Да. В третьем периоде стояли команды. Стояла команда наша или бегала? По-разному. Ну, в основном забегали в третьем периоде, вот особенно у вас и заброшенные шайбы. Физически команда выглядит нормально. Это все в психологии. Команда выпустила пар. Нам дали выпустить пар. Это, ну, условное урожание. Соперник дал нам почувствовать, вроде как игру у нас, инициатива, домашние стены вроде помогают, и все хорошо. И подсознание этого народа, видимо, я вижу, что сейчас выйдет, будет все продолжаться. Команда соперника очень правильно, я отметил, собрала, очень грамотная. Вторые периоды надо играть более организованно, я с вами согласен полностью. Пока не могу достучаться до игроков. Спасибо коллеги, то, что вы сказали, это правильно. Коллеги, да. Сергей Щербаков, телеканал Хабаровск. Вопрос тренеру гостей. Павел Милович, скажите, пожалуйста, на последних минутах матча вы сильно переживали, волновались или были уверены в победе? Нет, мы хотели направить команду, потому что она стояла на сильной линии, это шло на пульс соперника, поэтому мы дали ребят вперед, эти два нападающие должны идти вперед, не пропускать среднюю зону. Конечно, мы такую задачу отдали, и ребята делали что-то другого, поэтому там должно приходить какое-то сильнейшее слово. Но я думаю, что нам потом повезло в этом, что ребята уже поняли быстро и там атаковали так спокойно соперник в последние три минуты уже не входил в зону. Спасибо. Александр Девальдович. Добрый вечер. Глава Александр Девальдович, скажите, пожалуйста, вы после удачного, в принципе, матча с ЦСКА решили сделать перестановки в составе, с чем связаны, и довольны в целом, говорю, в защите нашей команды. Спасибо. У защитников было высказано, что я недоволен их оборонительными действиями, сразу отвечу на вопрос. Опытные ребята должны более грамотно играть. А перестановки у нас есть всегда. Ротация в составе плюс Слава Ятовщенко получил повреждения, пришлось сделать эти перестановки. В принципе, как проходила перестановка подготовка в этих сочетаниях первая зона и вышли. Особых, особых четвертая тройка мы поменяли. Почему? Потому что была недовольная игра ССКА. Сколько раз уходили строгие играли в своей зоне, и поэтому было именно тренерское штабо решение их поменять. Ну, в принципе, вот игрой четвертого звена мы сегодня, в принципе, довольны. Спасибо. Игорь Параскундов, Хатышкарова. Павел Милаш, не хочу понижать вашу победу ни коим образом, но можно ли сказать, что где-то вам сегодня повезло в ряде моментов? Не больно, нет. Я попробую на что-то ответить, но если команда готова, всегда должно быть. Есть, я думаю, да, хорошо, соперник сильнее выглядел, но это дома всегда так. У них, я думаю, серьезная команда, серьезно подготовлена. Я не знаю, почему вы такие вопросы задаваете, что физика всегда вас интересует. Всегда играет команда, кому позволит другая команда. А мы закрыли это в средней зоне и должны вернуться туда-сюда, туда-сюда. А это выглядит, что потом в конце уже как-то устали. Это не так. На этот ответ, да, конечно, повезло в некоторых моментах, да, но к этому должно стремиться. А вам пойдет. Я в этой команде перед матчем рассказывал, что мы в предыдущем матче не играли с таким сердцем, не играли с таким настроем. Не до конца. А сегодня все доиграли до конца, то вам потом все это счастье чуть-чуть. Это хоккей, это хоккей, не бог смотреть на такие ситуации. Спасибо коллегам. Вопросов больше нет. Всем спасибо. До встречи, девятнадцатого соревнования.